Всем здравствуйте, меня зовут Сейтова Гульнара Нурлановна, я врач-офтальмолог высшей категории, занимаюсь детским зрением и сегодня хочу поговорить на тему остановки прогрессирования миопии у детей. Почему же офтальмологи всего мира сейчас уделяют такое большое внимание этой теме? Просто представьте, что институт Брайана Холдена посчитал, что к 2050 году каждый второй человек на нашей планете будет ходить в очках, потому что у него будет миопия. Некоторые скажут, а что в этом такого? Ну появилась миопия у ребенка, просто оденьте ему очки или контактные линзы и отстаньте от него. Но не все так просто. В 2018 году доктор Фрики опубликовал статью, где говорилось, что в 2015 году во всем мире было 3 миллиона слепых людей, которые ослепли из-за осложнений миопии, и к 2050 году их станет 18 с половиной миллионов людей. Вы можете представить себе такое огромное количество людей ослепших из-за миопии? Я нет. Поэтому офтальмологи всего мира именно сейчас направляют все свои силы на то, чтобы остановить рост прогрессирования миопии у детей и снизить количество слепых людей в мире в будущем. Давайте поговорим подробнее о современных методах остановки прогрессирования миопии у детей. В настоящее время для остановки прогрессирования миопии у детей мы используем первое, дефокусные очки, второе, мягкие контактные дефокусные дневные линзы, и третье, это ночные ортокератологические жесткие линзы. Простые очки и мягкие контактные линзы, увы, не останавливают рост миопии у детей, и поэтому по возможности надо переходить на все доступные современные методы контроля миопии. Также очень главной рекомендацией в остановке прогрессирования миопии у детей являются прогулки на свежем воздухе. Доказано, что ребенок должен гулять хотя бы минимум 9 часов в неделю, это в среднем 1,5-2 часа в день. Также необходимо контролировать нагрузку вблизи, соблюдая правила 20-20-20, каждые 20 минут делать перерыв на 20 секунд, смотря далее, чем на 20 футов или 6 метров. Обычно ребенок смотрит в окно. Обязательно нужно сбалансировать питание у ребенка и не забывать о спорте. Только соблюдая эти все рекомендации, у вас появится огромный шанс остановить прогрессирование миопии у ребенка и избежать слепоты в будущем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова